Здравствуйте! В эфире новости моей Удмуртии. Главные события нашей республики в студии Марина Баль. Смотрите в выпуске. Лед тронулся. Спасатели проводят взрывные противопаводковые работы на реках республики. За ходом работ следила Анна Ковырзина. 11 миллионов за километр гравийной дороги. Почему так дорого республике обходятся магистрали? Насекомые уничтожают деревья в парке Кирова. Последствия засухи 2010 года во всей красе обнаружились этой весной. С подробностями Яна Городилова. Каким должен быть современный молодежный театр? Участники фестиваля «Театральный фейерверк» выдвинули свою версию. Прибавку к зарплате получат помощники-воспитатели. Рост составит 20%. Об этом сегодня заявил министр образования Удмуртии. Андрей Кузнецов отметил, что в сентябре прошлого года, когда почти всем работникам сферы образования подняли зарплату, нянечки оказались за чертой этого списка. Должности их формально к педагогическим не относятся. По действующему закону они не подпадали под повышение. Тем не менее, президенту Удмуртской республики было принято решение о поэтапном повышении заработной платы этой категории работников. И вот с апреля месяца им будет увеличена заработная плата на 10%, и с сентября месяца также еще раз будет в очередной раз повышена заработная плата. На повышение зарплаты помощникам-воспитателей в бюджете республики предусмотрено более 400 миллионов рублей. В министерстве надеются таким образом привлечь кадры в детские сады. На решение этой же задачи направлены и другие меры поддержки. Сегодня, например, завершается строительство первого в республике учительского дома и дома для бюджетников. Последний планируют заселять уже в начале следующего года и прежде всего молодыми специалистами. Президент Удмуртии предлагает сделать многодетные семьи участниками программы льготной ипотеки. Сегодня по российскому законодательству многодетная семья, нуждающаяся в жилье, имеет право на бесплатный земельный участок под строительство. Этим правом многие уже воспользовались, но построиться на своих участках не могут, нет средств. Поэтому президент Удмуртии предлагает многодетным семьям выбирать либо получать землю, либо участвовать в программе льготного жилищного строительства. Если семья выберет второй вариант, она возьмет 5-процентный кредит, получит из бюджета республики по 300 тысяч рублей за третьего, четвертого и пятого ребенка на погашение займа и сможет купить жилье по ценам, установленным Российским министерством регионального развития. На сегодня это 30 тысяч рублей за квадратный метр. Кабинет министров инициативу поддержал, окончательное решение будет принято, как только будут сделаны все расчеты. Паводок все ближе, сегодня спасатели начали взрывать лед на реках Удмуртии, Чепца, Кельмесь, Вала. Здесь работы уже начались. В зоне риска по-прежнему жители Болезинского, Воткинского, Дебетского и Кесского районов. Затем, как населенные пункты спасают от половодья, наблюдала Анна Кавырзина. Работа закончена. Пять кладок взрывчатки буквально стерли в порошок корку льда на Чепце. Жители района лесобазы в Болезино теперь не переживают. Их дома в этот раз не окажутся в зоне подтопления. Постройки расположены совсем близко от берега. При резком потеплении на этом участке реки скапливается много льдин. Из-за них происходило подтопление. На поворотах, на мелководьях, где мы сейчас находимся, расколот лед, то есть его структуру нарушить, чтобы он сразу же при плюсовых показателях лед обломился и меньшей площадью прошел эти участки. Как раз освободил линию разгона для следующих ледовых площадей, потому что он идет большими кусками. С подобной проблемой столкнулись и жители Дебетского, Воткинского и Кесского районов. Там спасатели сейчас проводят взрывные работы. Из ледового плена уже частично вызвали на реки Чепца, Кельмесь и Вала. Через 10 дней, по прогнозам МЧС, вода в реках поднимется и появятся новые ледяные заторы. Спасатели обещают быть на готове. Взрывники будут находиться в готовности. На непредвиденную обстановку, где будут образовываться ледовые заторы, или будет такая опасность, то взрывники будут выезжать на место образования ледовых заторов, взрывать, ликвидировать эти заторы или зажоры. К поводку готовятся и жители республики. Болезинцы, например, решили обезопасить свои дома песчаной гравийной дамбой. Анна Ковырзина, Елена Лебедева, Юрий Зелененький, телеканал «Майя Удмуртия». Сегодня в Ижевске дорожники латали ямы на 8 улицах. Вчера заплатки поставили на 10. Теперь администрация города ежедневно докладывает ижевчанам о том, какую дорогу приводит в порядок. Такого отчета и усердия еще на прошлой неделе потребовал от дорожников президент республики. А сегодня он был на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства. И снова критика. Что неудивительно, финансирование отрасли увеличилось в два раза, а претензий от водителей все больше. Все знали заранее, коллегия Министерства транспорта и дорожного хозяйства будет непростой. Острых вопросов много и в основном к дорожникам. Транспортники в этом году молодцы, закупили новые автобусы, внедрили систему ГЛОНАС. Одним словом, работают без сбоев. А строители магистралей этим похвалиться не могут. Введение Министерства более 6 тысяч километров дорог. Из них в прошлом году отремонтировали только 58 километров, потратив почти миллиард рублей, доложил министр. Километр сельской, грунтовой дороги обошелся в 11 миллионов. Из 300 разбитых сделали 72 километра. В этом году работы продолжат. Удмурскую республику планируется направить средства федерального бюджета в размере 405 миллионов рублей, построить 21 объект протяженностью 41 километра. Республика добавит 300 миллионов, и того, подсчитывает Александр Волков, 700 миллионов рублей на 40 километров гравийки. Объяснить такое только сложности удмуртских грунтов и рельефов не получается. Президент категоричен. Деньги нужно тратить прозрачно и по-хозяйски. Вы представьте, два года назад было миллиард 200, а сейчас 4,5 миллиарда. Какие ресурсы финансовые? Если в прошлом году мы нашим селянам выделяли на дороги 470 миллионов рублей на все 25 районов, то в этом году 900 миллионов рублей. В Ижевске было 217, в этом году 550. Реализацию этих денег люди должны увидеть. Руководитель Удмурт Автодора, главный дорожный подрядчик республики, докладывал, дороги теперь строят по-новому, применяя современные технологии. У президента был вопрос и к нему, сколько таких современных километров было сделано. Если брать, что у нас более 4000 территориальных дорог, мы отремонтировали всего только 20 километров. Щебеночно-мастичная технология применяется в основном на загородных трассах, уточнил президент. Оттого они покрепче. А в городах ситуация катастрофическая. Александр Волков потребовал от дорожников выходить на круглосуточный режим работы, срочно латать ямы, в которых сейчас автомобилисты оставляют и колеса, и подвески. А как только подсохнет, браться за основательный ремонт дорог. Марина Балью, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевском парке имени Кирова вырубают деревья, вырубают помногу, он редеет на глазах. Горожане задались вопросом, что случилось. Наш корреспондент Яна Городилова искала ответ. Оказалось, ситуация в городской зеленой зоне чрезвычайная. Половина деревьев больны и могут погубить весь парк. Если шанс его спасти, расскажем. Три года назад засуха атаковала зеленые массивы республики. В парке Кирова его площадь более 80 гектаров погибло 10% леса. 6 гектаров сосен, пихт и ели буквально высохли на корню. И на этом процесс не остановился. Если сейчас не принять меры по вырубке вот этих зараженных деревьев, то уже непосредственно, значит, на следующем будут эти участки увеличиваться вдвое, втрое. Вот от парка Кирова, возможно, вообще ничего не останется. Сейчас лес вымирает из-за короедов. Сухие деревья – их излюбленное лакомство. Усачи и златки уничтожают хвойные изнутри. Больные деревья вычислить легко. Дятлы, которых в этом году немеренное количество, полностью обдирают кору. Деревья здесь, они находятся в таком состоянии, что не только погода на них влияет, но и влияет и человек, и городская среда. Здесь не только идет распространение насекомых вредителей, но и болезней. Например, здесь очень много корневой губки, тоже ель попреждает. Обрабатывать парк химикатами запрещено по санитарным правилам. Вырубать сухие деревья – единственный способ остановить вредителей. Но разрешение на это администрация парка Кирова получила только в этом году. Парк нам в аренду перешел только в прошлом году. То есть мы только с прошлого года получили право все эти деревья вырубать. И сейчас вот мы начали эту работу, потому что у нас и лыжников очень много зимой, и летом велосипедистов, и гуляющих. Естественно, мы отвечаем за их безопасность. Всего вырубят 846 сухих деревьев. На месте каждого из них посадят новое. Вопрос в том, переживут ли саженцы зиму. Опыт прошлого года, когда на одной из аллей посадили еле, показал, что горожане не прочь унести домой маленькую елочку. И попросту выкапывают свежие саженцы. Администрация парка надеется на осознательность и живчан. Чтобы лес полностью обновился, потребуется не одно десятилетие. Я наградила в Артем Пушин, телеканал Моя Удмуртия. Продукция предприятий Удмуртия заинтересовала делегацию республики Казахстан. Визит чрезвычайного и полномочного посла Галыма Разбакова продлился два дня. Гости отметили разработки Сарапольского радиозавода, предприятий машиностроения, нефтяной отрасли и даже проекты молодых ученых из ГТУ. Нашему ВОЗу предложено сотрудничество с одним из казахстанских университетов. Казахстан проводит масштабную программу индустриализации. И в этой связи, в этом контексте предприятия Удмуртской республики, инновационные предприятия для нас очень были интересны. Я предложу нашим предприятиям и нашему бизнесу посмотреть их разработки. Для любого завода, для любого предприятия это хорошее было бы сотрудничество, потому что основная задача сейчас у наших предприятий не просто произвести продукцию, а чтобы она отвечала всем требованиям, а это только взаимная работа. И плюс, чтобы ее можно было реализовать. Рынки сбыта. Не исключено, что за этим визитом последуют бизнес-проекты. Ряд предприятий сегодня готовы приехать в Казахстан для создания совместных производств. Как построить социальную справедливость? Эту тему на днях вместе с Путиным обсуждали участники Общероссийского народного фронта. Сегодня представители от Удмуртии Зоя Степнова и Сергей Морозов в кругу единомышленников делились впечатлениями от той встречи. Продолжит Ксения Мороз. В тесном кругу единомышленников по Общероссийскому народному фронту участники встречи с Путиным рассказывают об идеях строительства социальной справедливости. Это была возможность сверить свои позиции с российским вектором развития, говорят делегаты от Удмуртии. Нужно помогать президенту, что кто-то это должен делать в России, должен помогать президенту реализовывать ту политику, о которой он заявил во время предвыборной кампании, и ту политику, которую мы поддержали в этот период, активно работая на его имидж. Через своих представителей Удмуртия сверялась по здравоохранению и бедности, немного затронув образование. Предложение такое, чтобы медицинские сестрам, которым отправляются в сельскую местность, предоставляли жилье и выдавали какие-то подъемные средства. И Владимир Владимирович сказал, что это вопрос интересный, и мы им будем заниматься. Участники Общероссийского народного фронта цитируют Путина. Нет ювенальной юстиции и да, контрактной системе подготовки кадров. Выпускники вузов должны работать по специальности. Здесь нужно, чтобы территория была заинтересована в том, чтобы ребенок, студент, учившийся, сами свернулся. Его нужно отслеживать пять лет. А мы отправляем по целевой контрактной подготовке, отправили его из Дебютского района какого-нибудь, забыли о нем на пять лет. А затронутые на встрече Народного фронта вопросы будут и дальше обсуждать. А для начала договорились регулярно встречаться с республиканским активом, чтобы готовить предложение для встреч с Путиным. Идею поддержал и глава парламента Александр Соловьев. Сам Народный фронт уже в июне должен обрести юридический статус и стать общественным движением. Ксения Мороз, Руслан Юрий Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Каким должен быть современный молодежный театр? Ответ на этот вопрос будут искать молодые актеры и режиссеры из Ижевска, Чайковского и Перми. Все они участники первого межрегионального фестиваля «Театральный фейерверк», который сегодня стартовал в Ижевске. Экспериментальная постановка в стиле японского авангардного танца Чайковского музучилища. Этюды по воспоминаниям Фаины Раневской и современная версия Женевы Бальзаминова. В фестивальной программе спектакли самых разных жанров, от игрового до вербатима. Чайковский театр. Вообще никогда не видели, не знаем, что за ребята. В другой город. Интересно посмотреть, на каком уровне там. К тому же театр музыкальный, я насколько поняла, они еще со своим оркестром приехали. Мне кажется, это очень интересно, это очень живо, когда есть живая музыка за кулисами. Почти все молодежные коллективы Республики на одной сцене. Для театралов-любителей это своеобразный экзамен. Цель – выявить общее настроение, тенденции и определить маршрут развития, чтобы создать в Республике свою театральную площадку. Мы созрели до такой мысли, что в Удмуртской Республике мы должны создать лабораторию молодых режиссеров. И я думаю, что это реальный проект, который совместно с Министерством культуры, с Союзом театральных деятелей мы должны обсудить. И возможно даже к осенью текущего года или к будущему году созреем, чтобы была какая-то общая площадка. Многие участники выбрали для фестиваля злободневный материал. Молодые артисты говорят, главное – идти в ногу со временем. Так студенты Пермской академии культуру и искусств покажут иллюзион – спектакль по пьесе современного белорусского автора. Мы этим спектаклем открывали дом актера, и они активно играем. Поэтому вот мы привезли ради того, чтобы молодежь немножечко почувствовала себя вот в этом пространстве, в пространстве сегодняшних проблем. Проблема «Я» и мир. Жестокий мир, к сожалению. Все показы и мастер-классы фестиваля в свободном доступе. На них ждут не только актеров студии, но и неравнодушных к театру горожан. Я наградила его Руслану Ряхметову в телеканал «Мое Адмуртия». Далее новости спорта. У меня все. Хорошего вечера. До свидания.